Привет, друзья! Кто со мной не знаком, меня зовут Ирина Басюк, и в рубрике официального обозревателя Ари Флейм у меня вот такая новиночка, это консилер The One. Это удачный запуск, очень крутая новинка, и вместе с вами я делаю, тестирую макияж, наношу два вот таких вот консилера, показываю вам сравнение и сравниваю со всеми корректорами. Если вам будет такое видео интересно, смотрите далее. Вот эти два корректора, они выдавливаются, а вот этот вот, он в виде спонжика наносится. Четвертый Джертани корректор, он в виде стика. Нажали, вот так. Честно говоря, я даже сама не знаю, как эти корректоры будут работать. Для меня любимейшая палетка это все-таки вот эта, потому что она, если действительно там что-то жесткое, жесткое требуется коррекция, то я использую эту палетку. Раз, два. Раз, два. Давайте. Раз, два. Это новинка. И другой стороной. Раз, два. Вот эти два примерно одинаково. Но хочу по ощущениям сказать, что вот это такое ощущение, что он водостойкий корректор, и его нужно быстренько-быстренько растушевывать. Он такой более упругий. Втушевываем его другой стороной, светленький корректор. Да, и идет Джертани, более светлый. Этот мягче тушуется. Более пластичный. Вот этот и вот этот. Более комфортное его нанесение корректора. Если мы возьмем мою малышку-спонжик, мою любимейшую, то я, конечно же, выбиваю. И вот мы видим эффект. Получилось так, что Илюскин у нас после малышки-корректора практически ушел. Этот стал более такой, ну, скажем, полупрозрачный. Самый устойчивый корректор, как ни странно, тончайшее нанесение, но перекрытие хорошее, да. И вот этот вот корректор. То есть вместе с вами ставлю опыт, поэтому рекомендую вам проделать все то же самое на ваших корректорах, на ваших глазах. На глазах я сравню два вот эти корректора, потому что этот Илюскин заявлен как полупрозрачный, и этот Джордани Голд, он более ухаживающий корректор другой серии. Так, корректор мы наносим вот так. Ни в коем случае не подмазать. Вот здесь и вот эту вот зону осветлять надо. Вот так. Этот корректор прессовываем. Ну, вот неудобно, неудобно его наносить, выдавливать и вот так протушевывать. Здесь, сказал бы, минус. Вот этот прям практически сразу он ложится и очень-очень-очень комфортно втушевывается. Сразу скажу, когда я его только попробовала, он мне безумно понравился. То есть это удачный запуск, удачная новиночка. Посмотрите, какое хорошее перекрытие. И он сразу подстроился. Очень-очень круто. Несмотря на то, что он тончайший лег, тонкой, он хорошо перекрыл. То есть изумительно справился. Я не могу дозировать его, выдавливать сразу. Например, из тюбика нужно наносить, например, на руку, а потом набирать. То есть это минус. Просто показала, когда мы же все быстренько торопимся куда-то. Посмотрите, более светлый подтон. Но он подстроится. И у меня вот здесь вот проблема моя венка. Вот его нужно протушевывать. Он такое ощущение, что он как водостойкий. То есть несмотря на то, что вам рекомендуют более светлые всегда корректоры брать, когда если у вас есть выбор, вы сомневаетесь в оттенке. Этот корректор все-таки нужно еще потом продублировать пальчиком. Здесь вообще никаких нарицаний нет. Вот как лег, так лег. Вот как вторая кожа, мне он очень нравится. И по оттенку он мне подошел больше. Оттенок 33707. И сделан он в Польше. То есть если сравним все четыре корректора, то по степени перекрытия это самый крутой корректор. Так же как он и подстраивается, и наносится. Очень удачная новинка. Второе, конечно, если вам будет более ухаживающий эффект, более уходовое средство, это, конечно же, Джартани. Подписывайтесь на мой инстаграм. Я в сторис очень часто рассказываю о своих новинках, впечатлениях, как делаю макияж гораздо быстрее, чем монтирую и снимаю видеоролики. Ну и, конечно же, если вы пробовали такой корректор, напишите, пожалуйста, внизу в комментариях. Мы будем вместе с вами обсуждать. Ну и, конечно же, до новых встреч. Успехов вам. Пока-пока. Пока-пока.